В начале деловых новостей цифра дня. 324 члены Нижней Палаты общин поддержали Brexit. Выход Великобритании из Евросоюза. Законопроект приняли в третьем чтении и теперь направят в Палату лордов. Согласно документу, страна должна выйти из Евросоюза 29 марта 2019 года. Кстати, 259 парламентариев высказались против. Как весенние заморозки в Европе ударят по кошельку любителей вина? Зачем компаниям Феррари машина, которая не будет продаваться? И в каком городе дороже всего арендовать квартиру? Об этом расскажу в выпуске деловых новостей. В студии работает Мария Черешнева. Здравствуйте. Новосибирск – город с самой недоступной арендой жилья. Именно такой вывод делают аналитики, оценивая рынок недвижимости. Они подсчитали, новосибирцу со средним достатком придется 42% от ежемесячной зарплаты тратить на аренду однокомнатной и 58% на аренду двухкомнатной квартиры. Так, сегодня средняя стоимость съемной квартиры – 13 тысяч рублей. Двухкомнатную оценивают в среднем в 18. Разумеется, многое зависит от района, этажа, ремонта, качества самого дома. Хуже, чем в Новосибирске. Показатели доступности аренды жилья среди сибирских городов оказались только в Барнауле. Там цены на аренду примерно на треть ниже новосибирских, а средняя зарплата вдвое меньше. К другим темам. Цены на вино могут вырасти на треть в зависимости от сегмента и страны происхождения продукции. Виной всему неурожайный год. Винодельческие провинции Европы давно не сталкивались с такой неудачной погодой. Весенние заморозки и слишком жаркое лето не дали винограду взойти. Некоторые виноделы не собрали и половины от запланированного. В результате производители должны были вынуждены были взвинтить цены даже на предыдущие партии, чтобы компенсировать свои потери в этом сезоне. Подражают европейские вина по-разному. Заметнее всего будет рост в нижнем сегменте. Поставщики из Италии и Испании планируют поднять цены на 20-30%. А некоторые виноделы осознанно идут на финансовые потери, чтобы сохранить свои позиции. Среднее подорожание аналитики рынка оценивают в 15%. Ледовую арену в Краснообске разморозят. Долгострой начали еще в 2012 году. Все-таки получат бюджетную поддержку. Это 167 миллионов рублей. В результате недостроенный пока еще стадион станет частью спортивного кластера. Помимо ледовой арены там построят еще и теннисный корт и спортивно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами, танцевальными залами, батутами и скалодромом. На сегодня в проект уже вложено около 350 миллионов рублей. Будущий крупный спортивный кластер показали временно исполняющему обязанности губернатора в ходе рабочей поездки в Краснообск. Андрей Травников ознакомился также и с разработками сибирских ученых-аграриев. За время существования института, входящих в аграрный центр, создано более 200 сортов сельскохозяйственных растений. В практику внедрили более 500 разработок земледельческого направления. В области ветеринарной медицины завершили более 600 разработок. Кстати, Андрей Травников поддержал идею создания на базе Краснообска агротехнологического кластера. Проект не новый, однако продолжение пока так и не получил. Уже неоднократно мы обсуждали инициативу создания на территории Краснообска и прилегающих территориях Новосибирского района агробиопарка, технологического парка. Я считаю, что у этой идеи сегодня есть все основания, потому что достижения и современной науки, агронауки, они впечатляющие. Сегодня мы ознакомились с рядом разработок. Самое главное, что эти наработки ученых, востребованы нашими сельхозпроизводителями, не только Новосибирской области. Элитный суперэлектромобиль намерены создать в компании «Феррари». Обещают, такого кузова пока еще нет ни у одной машины в мире. Кроме того, модель будет самым быстрым внедорожником. Цитата дня в деловых новостях. Если кто и сделает электрический суперкар, «Феррари» будет первой в этом ряду. Мы сделаем такую машину и неважно, будет ли она продаваться. Это обязательство. Конец цитаты. При этом ранее в компании полностью к электрическим машинам относились скептически и предлагали версии с гибридной силовой установкой. И не более того. А на этом у меня все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова